ну что погнали погнали в этом трое уже накопилось большое количество ошибок и я сталкиваюсь регулярно с последствиями этих самых ошибок но мне не хватает денег у меня не хватает людей избранный один уже приближается к максималке это кажется эквивалент конца игры до доход очень хороший потому что я переключил сейчас он материалом нужны разведданные я уже нашел две миссии на ближайшую неделю мы открыли новую фракцию zero или взяли зил это вот это вот нового открываем сейчас жнецов потихонечку начинаем скрывать при подключили вчера новый регион и там собственно у нас идет поиск рекрутов пока что на семерку здесь тоже поиск рекрутов здесь материалы короче здесь я хочу рекрутов до десятки довести с 8 до 10 здесь 7 до 10 все-таки и потом активность мы проводим в регионе с самой низкой силой адвента в данный момент увеличили сплоченность взяли нового героя жнеца охотника новая фракция новая миссия были его нужно экипировать тоже его нужно изучать я не успел зона испытаний два дня ой террор и там будет босс террор через 24 часа надо заканчивать вот эту вот штуку и возможно даже вот этих вот вытаскивать или на террорах всегда боссы 24 часа здесь сколько осталось день 17 тут мы без а кто сюда пошел а сюда пошли вторичные товарищи то есть в целом я скорее всего до 100 вот здесь вот до новая цель найденным 7 дней нейтрализуйте цель блин начинается ну сам начал миссии искать вот они полезли я чувствую что я уже такой по отстаю от врага не торопись вижу тейку вижу пафа ниндзю ваг близко и у нас есть ниндзя то есть наша задача здесь даже не убить а просто без ранений без ранений пройти кто с нами с нами новые новые короче хромовника у нас на задании хромовники накапливают концентрацию за счет уничтожения бойцов противника с помощью разрыва разрыв это удар в мели каждая единица концентрации повышает боевой эффективность хромовника сказываясь на его мобильности уклонение и уроне от разрыва а также концентрацию можно тратить на мощные способности эффективность которых повышается короче он должен врываться он еще может становиться полным укреплением у него есть еще какой-то щит не заканчивая атаку по площади вот у него 2 2 2 уровня концентрации кто есть еще нубас рейнджер 1 хороший рейнджер 2 гранатометчик подрывник ой слабенькие слушайте мне тут слабые люди вообще погнали ну этот легкий шаг и не срываю его понятное дело потому что здесь вся карта фактически а я не могу с ними сражаться к сожалению то есть мне надо убегать срывая оверы крит попадает блин оооо ooo твою же ж мать есть павл vigil убивает одного, получает концентрацию. Ядро Иллирия лутает. После использования разрыва, хромовники всегда получают инерцию, бесплатное перемещение, которое позволяет вернуться в безопасное укрытие. Из хромовника есть способность парирования, вместо перемещения за счет инерции. Он может остаться на месте, предотвратить весь урон следующей атаки. Есть ниндзя, надо врываться. Пытаться. Да, я подставляюсь под сектой, да. Блин! Змеюка выживает. Пытаемся убить змеюку. Есть. Трех убили. Он наступил к Паку. Моя задача. Уйти вообще нафиг отсюда. Справа Пака влево. Подлечиться попутно. Но это еще не все. То есть почти вся карта здесь. Но это еще не все. Причем уходить надо. Прямо уходить, чтобы никак не заметить их. По крайней мере, я оставил, как минимум, одного сектоида, какого-то страшного. И Пак позади. Но сейчас нужно сокращать уже на Ивак. С Богом. Скорее всего, увидим. Да, поехали. Один минимум. Бочка. Огнеметчик их двое. Давайте ближе, ближе к заправке. Ай, молодцы. Технику безопасности не изучали. У-у-у-у. А, только одного, да? Но, блин, там огнеметчик бронированный. Достану-ка я до него или нет? Не достану. Семьстреда, это так умрет. Здесь, может быть, по-другому имеет смысл стрельнуть. Так, может, взорвем все равно. Машина живопокоцает все равно, когда взорвется. Правильно? Значит, броню снимет. Давай. Да, один раз и в того минус нули сразу. Ладно, давай дебют сначала. Есть, молодец. Подходим так. Есть кто-то. Да ладно, нет, они здесь все-таки. Ой, ошибка. Все. Капец, все. Подкрепа из стрелков и веруочеров. Нет, там один милишный еще. Надо, подкрепа слабая. Это ракетчик, но он не сможет. Вот это опасно уже. И он наивак. О, он сейчас может забомбить мне. За машинами. О, нет. Если кто это может под контроль. Вызови зомбаря какого-нибудь. Пожалуйста, не надо контроля. Пожалуйста. Зомбаря подними. Нет, он в контроль. Только захваченным. Да и не факт, что все тут эвакуируются. Зато мы у нас последуем. Догаренко не собьет у него контроль. А, минус 4. На первой же миссии этот Зираль умирает. Ну, я запустил по технологии, конечно. Капец. И айфер, минус 4. Минус 4. А мог в миссии выполнить нормально. Даже после такого хренового начала. Минус Алис. Это колоссальный удар по сопротивлению. Ну, зря направо пошел. Они там перемещались еще. Просто. Минус 3. Минус 3. Один в плену. Инопланетные сплавы. Кристаллы Лерия. Ну, вот здесь нужно ускорить проникновение. И еще одна миссия аналогичная. Но здесь будут люди посильнее. А после этого террор с боссом. Короче, сегодня, кажется, новый трай начнем. Кто у нас здесь? А-а-а. Д2Мэш, Рапонго, Аспирант, Фомбич, Хелка, Пим. Хорошо. Не, ну это миссия другого типа. Во-первых, мы в маскировке. Во-вторых, мы можем уйти. Когда, типа, захотим. Уже увидит цель. Дрон разведывательный. Вот он может мне испортить. Старт. После обнаружения сразу делаем эвакуак. Эвакуак. Эвак. То есть раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Уже в пределах видимости. Есть. Это хорошо. Погнали. Это не ракета. Дебил! Кнопку перепутал. Эвак сразу. Да я сначала взял гранадера у него на пятерку. Потом переключился на второго и кинул через пятерку. Достаем материал раз. Достаем материал два. Тебе дезориентированы, я думаю, что здесь надо... А, подожди, у тебя же дугомет. Стоп. Нет, дугомет. Только выстрел, да, может? Хреновенько. Надо сначала было дураком делать, да, Миш, наверное? Ну так, это правильно было. Делаем шквальный гарантированное попадание. Убираем броню, разрыв делаем. После этого, скорее всего, пытаемся снайпом добить. Но тут как бы не факт, что добьем. Давайте по дезориентации. Стопресс, видимо. Нет, царап, попадает, сучок, а. И тоже стреляет. Дальше не... Заберем еще два-три контейнера, и этот умер. Просто мне те люди, которые ранены сейчас будут, они не пойдут на... Аспирант у меня топовый товарищ. Он не пойдет. Выходит новый пак. Змея. Кто еще? Два мутона здоровых. Я бы даже отступила, если честно. Была бы у меня возможность. Но, видимо, придется здесь ханкерить. Тут подходить. Тут уходить сюда. Видите, снял овер. Точнее, снял стенку. Замейка получила урон. Наблюдение отменено. А, нет, не сняли. Там еще два крита можно собрать. Это подкрепление, три хода. Ну, в целом, сейчас мы этого мутона, скорее всего, за ход размотаем. Главное, кавер снять у него этот. Дальше снять... Снять еще броню двоечку. Разрывом. Кавер не снимается. Здесь надо пробивать. Пытаться попасть. Пытаться попасть. Мимо, кажется. Не, попал. Броню, главное, снял уже хорошо. Тут сжаха М95 с критом должны убить сразу его. Ну, у него агрессия. У него там... Ну, не агрессия, а этот. Короче, есть. И выстрел еще бронебойными снайперской винтовки. Гарантированно убивающая цель. Хотя нет, царапина может быть. Убиваем. За это все дают опыт. Здесь отключаем с вероятностью 100%. И за два хода пытаемся эвакуироваться. Но, аспирант... У нас же следующая миссия террор с боссом. И нам там нужны лучшие люди. Лучшие. Все, отключили этого. Дрона. Но за ошибки он наказывает. Ну, хотя здесь тоже за ошибки наказывает. Одну миссию провалил серьезно. И все, до свидания. Сейчас вот я провалил прошлую. И реально думал ливнуть. Потому что минус 4 человека и квип. Мне хорошо компенсировали одного. Но эта миссия была разогревочной. Блин. Следующая. Вот следующая. Террор. И возьму еще ему обилку. Зайду. Вот, штурмовик. На 5 дней. Минус. Захватили немножко материалов. Инопланетных сплавов. Кристаллов. Экстренная стабилизация. Модуль гарантирует, что первый летальный урон на задании не приведет к мгновенной смерти, а также увеличивает время, в течение которого солдат истекает к кровью. Эти модули надо сейчас поставить перед миссией и не забыть ключевым товарищем. С богом. Там не нужно выбрать способность. Нет, это в школе офицеров нужно. 6 дней нужно для того, чтобы следующее звание. С богом. Здесь гарантированно босс, насколько я понимаю. Было у меня 4 из 4 боссов на таких миссиях. Так, мы в углу. Есть здание. Есть какая-то... Какой-то, блин... Домик на колесах. Сразу враги. Окей. Так, не торопись. Ключевое это не торопись. У нас есть, кстати, еще диверсионная ракета. Особый выстрел, носящий органический урон и умеющий санс оглушить, дезориентировать. Окей. Две гранаты такие, две сяки. Это против роботов. А вот и он. О, здесь другой босс. Это снайпер. Никогда не встречался с ним в новом логоре. Такая пушка. Ё-моё, сколько обилок. Стрельба по противникам с фланга носит плюс единиц какого-то там урона. После получения урона добавляются две единицы брони до конца следующего хода. Отметить. Атаки способны помечать, снижая защиту. Молниеносные рефлексы. Мгновенная реакция дает к уклонению от каждой атаки за каждую клетку от атакующего. Ё-па-рэ-сэ-тэ. Слабые стороны только две. Доп урона жрецов, жрецов, а у меня их нет. Получаю дополнительный урон от третьей и последующих атак на одном ходу. То есть нельзя подставлять фланги Налетать нужно скопом Мэков много Убивают верных Ужем Мутоны Крисолиды Уууу, понеслась жара Разрыв хорошо по первому мутону Прошёл из тяжёлой пушки, погнали Сейчас спулим всех Еще, еще, Овер, еще, погнали Берр стреляет Промах, ну что ж такое, блин Крыса бежит Снова промах Еще Это такое Еще Хорошо Второй пак спулили Спулили, но это ракета Только кучнее Ой, Нага-снайпер Справа Сразу стреляет Так, ну первое, что нужно Это ракету сюда зарядить Прямо сто процентов напрашивается Смотрите, какая красота может получиться Отклонение минимальное, ракет у меня две Погнали Баааа Крит, крит, взрыв Мы все живы Так Что, как Убивает мирных Убегите Ранение уже И он на Овере стоит А у него вполне вероятно О, он промазал по-мирному Так, а может мы роботов захватим просто И это самое И попробуем его таким образом Боевой клич, хорошо И он стреляет Это плохо Ну как Конечно, ты попадаешь 20% Блин Да идите нахрен 89 мимо 89 мимо Два попадания Под дезориентацией Под протоколом И ранены Суки У этого точность никакая У того точность никакая Оба попали Так Если бы он попал Хотя бы 1.89 Он бы убил Мутона Он бы был неуязвим К удару Не было бы одной цели Это было бы гарантировано Но такие вероятности Я не понимаю Я реально не понимаю Как оно так Работает вообще Это же не Ну это Крайне маловероятно Крайне маловероятно Я не знаю Сейчас как я без этого буду А мне мирных Еще прям буквально Спасать надо Как я его убивать буду Похищение Как А как ты видишь Ты вообще Я не понял Что так умеют делать Это капец Ему вроде Хотя может быть Сейчас он А он может похищать Людей Которые Которые живые Или только Только Нокнутых Он так делает Только ног И что он делает Крюк Да он подходит Ко мне прям Он прям Прям рядом Фланг Не фланг Вроде Гренко Я не знал Дезалентация Выстрел заходника Это фланг Нет Просто Сразу Что Попали В рейках Хорошо И Он может упасть Он может упасть Слава избранным Паденец Может быть Он может упасть Может Давай вот так Попробуем Ракета Крит Е Симурона Не упал Так Хорошо Здесь 0% Я бы Подсопресил Его Но не знаю Как это вообще Работает Дураколом Пробуем Попасть 58 Я понимаю Мало Но я и так Увеличил шансы Есть Броню Сняли Блин Минус 2 Он уже Сделал Пес 63 Дебют 6 10 О 8 Еще Сейчас Будет 80 Процентов 76 10 Давай Еще Еще Есть Смятение Какая ХЗ Что Пишут Что Три Раз Есть И это Просто Это не убийство Мы просто Его с этой Миссис Изгнали Инопланетные Сплавы Элерия Дали За Избранного Я не видел Этого Минус Защитник В плену Ниндзя В плену Игорь Игорь ГКХ Выведен Из строя Я Загадывался Что Миссия Будет Сложная Но 89 89 Реально Если бы Хотя бы Один раз Из 89 Он бы Жил Блин Мирных Убиваю Там их Много Черт Надо Спасать Бежать Если мы кинем Дезориентацию По крайней мере Может мы отключим С большей вероятностью Но это Мэг Просто Следующего уровня Второго Что ли Сейчас Может и они Мне Принесут Проблем Что если Мирных Не спасать Там и Тэк левел И Паник Ну Не Паник А Во первых У тебя Все Убежище Прекратит Работать Для начала Паук Йох Говорит Давай Только Высунься Чем Вернулся И он Побежал Ой А это Плохо Значит Ракетами Можешь Дострелять Да Да Похоже ГГ Черт Еще Ранение Так Здесь Гренка Сто процентов Броню Снимаем Урон Наносим Да Это у меня Жена Просто Шумная Маленькая Да Сам Виноват Надо было Пристраховываться В Ханкер Лечить Медиком А Это ГГ Пять ранений И одна Потерям Похищение Еще Два Похищения Как же Игра Дави Там В плену Убит Ранение Ранение В плену О Персональный Боевой На взлом Плюс Восьмерка Надо Специалисту Дать Встание Стресса Солдат У нас Самого Главного Захватили Капец Восемьдесят Девять Восемьдесят Девять Семь Дней Да Ладно Не Могу Есть Тоже Босс Эта Миссия Еще Жестче Чем Предыдущая Бля Там Умру Просто С таким С таким Составом Давайте посмотрим Что в зоне Испытаний Ох Стреломет Материалы Хранитель Теней Охотничество Морозная Бомба Имбовая Девять Дней Защитный Жилет Увеличивает Здоровье Дает Иммунитет К огню Яду Кислоту Хорошая Тема Лазерные Прицелы Господи Тут столько А ну Это Мода Еще А это Модификация Черепной Бур Масса Производства Прицелов Я Ядролазерный Прицел Ох Идем По наклонной Друзья Трай Рушится Да Еще Какой Низбранный Прочит Охотник Да Ивент Сработал Силадвента 5 2 2 Ну Хоть Здесь Выполнили Миссию Получили Опыт Надо Идти Вот по этому Квесту Вот ее Пытаться Убивать Новые Приказы Следование Оружия Получается Быстрее Давайте По этой Ветке Попробуем Да Но Здесь Нужен Тех Сержант Это Следующая Часть Морозка Готова Это Оружие Используют Пока не Установленный Химический Состав Сословно Почем Мгновенно Понижать Температуру Окружающей Средной Защищенные Тени При Контакте Замерзает Это Имбовая Штука Новая Цель Но Я не могу С ними Ничего Сделать Ооо А вот Освобождение Ниндзя И Мао Магнуса Заступника Можно Всех Захватить Вернуть Ооо Так Я Отменю Прошлую Миссию Отзыв Пять дней Черт Пять дней Пять дней Если Мы Возьмем С собой Супершпион Да Надо Возвращать Короче Отменяем Во-первых Прервать Четыре дня Так Капец Это очень важно Жнеца Берем Для того Что Проникновение Он Супершпион У нас По умолчанию Сейчас Прям Очень Внимательно Топовый Отряд Ты должен Собрать Старт Скрытности Очень Надо Спасать Это Два Товарища Которых Мы На Прошлый Раз Оставили Самый Главный Магнус И Второй Ниндзя Капец Ладно Ой Дайте Мне Пожалуйста Нормальную Карту С Нормальным Респом Блин Чтобы Можно Было До Него Добраться И Там Были Недалеко Те Кому Нужно Спасать Все Получили Деньги Но Новый Месяц Продвигаются Эти Интенсивные Тренировки Получают Силу Баю Этот Подходит Вообще Активируют Новые События О-о-о, максималка. Может начать штурм. Это типа конец игры альтернативный, да? Так, у нас жнецы с приказами уже есть. Скорость расчистки. Слухи. Следование оружия. Так. Подождим. Да и вот так вот сделаем. Здесь можем приказ любой фракции. Из жнецов нет. Давай. Так. А сюда? Постройки отсеков нет. Следование брони. Больше ресурсов. Нет, обратная нейросвязь. Давайте. Так. Не знаю. О-о-о, есть. Солдат фракции. Нового можем занять. Да, Капрал плюс. Это без риска. Кого мы отправим? Мэша с кем? 7-9. Погнали. Очень большая карта. Окей. Блин, надо сейчас было в зону испытаний зайти. Начать новые проекты, дебил. Те же деньги появились. А, не появились деньги. Все нормально. Ты еще живой. Сейчас надо вот на эти деньги восстановить частичный эквип. Возможно возобновить исследование магнитное оружие. Возможно. Раз нам дали сплавы, там мы можем что-то сделать. В зоне испытаний выбрать нормальные вещи. Для начала нужно спасти двух пацанов наших. Топового командира, вахтера. Есть. Конечно, нам нужно марш-бросок до... Вот сюда вот. Левый верхний угол. Ходов у нас предостаточно. Главное не зафейлить с точки зрения... Мирных. О, серия у него есть. Мы в прямой... В прямой контакт вчетвером не вытащим. То есть, если они постепенно будут идти, то да. То можем по два, по три человека сдюжить. Ой, а вот это плохо. Кажется, мне придется сражаться с ними сейчас. Следующий ход в фланг. Аморозка у нас не накроет всех троих, да? Да, не накроет всех троих. Ну, я думаю, надо инициировать. Гранаты. Морозный. Ну да, гасить вот так. Ой, жопа. Ладно, хорошая новость, что я рядом с этим. С ИВАКом. Но... Ну, ясно. И Архон. Ну, хрен, я убью это вообще. И подкреплю еще. Валим. На любом задании может появиться тропа странников. Неплохой. Пришельцы затаились в засаде среди мирного населения за действие безликих на большинстве заданий в течение месяца. Новая цель. Шесть дней. Разбойное нападение. Захватить. Застать врасплох. Радиус обнаружения всех врагов. Ладно, погнали. Не забыть про ИВАК. Ну вот сейчас мы отправили народ. Я думаю, надо обратно... Обратно на материалы возвращать. Ну, потому что я сейчас без всего. Миссию на ниндзю. Удар избранного по складской зоне привел к ранению члена экипажа. Кроме того, вы лишились одного эллириевого ядра. Инженера ранили. Но здесь я не собираюсь сражаться. Как бы меня не спрашивать никто, конечно же. Фееритович поддержал ваш канал на 300 рублей. Сообщаю. Спасибо, Фееритович. Спасибо за стрим. Я не туда прилетел. Я не могу... Опять перепутал, короче, миссии. Захват налет и захват ресурсов адвента. Налет это когда вот... Ты отмечаешь и валишь. А захват ресурсов Это вот-вот-вот то, куда я прилетел И откуда я должен улететь сразу Отличная миссия Молодец, Михаил Хорошо слетал Внимательно прочитал Внимательней, пёс Как же XCOM дает Это такая прекрасная игра Просто прекрасная Вот и рекомендую, друзья Если у вас есть, правда, свободное время Вот-вот, в отпуске в каком-нибудь там На природе Ну и понесётся Хорошо отдохнёте Прям Башка будет варить прекрасно Новая цель, ну Мария Шишина, инженер Спасите из камеры Девять дней, ну это хорошая миссия Правда, непонятно, зачем мне инженер Ну, пакет данных, хорошо Давайте Ах, ты ж ёжик Как же, как же жопа-то Подгорает у меня Сюда идут элитные товарищи Шесть человек Ней Броньки есть, эти есть, погнали Я хотя бы надо сейчас сдюжить те миссии, которые я могу сдюжить И не фейлить Готовиться к следующим, блин, террорам Новая цель Снабжение Разбойное нападение Шесть-восемнадцать Конечно, конечно Я полетел Просто Полетел Лечу Разве данные Взломаете Два дня Издеваетесь, что ли? Из... С... 14% Сработало Нет Как? А я ещё такой, блин Ааааа Сегодня не день Бэкхэма, короче И странники там. Надо спасать, там Арктонс, там еще второй нормальный. Ну, я очень надеюсь, что мне, блин, повезет. И наши товарищи просто добегут каким-то макаром. Просто каким-то макаром добежать. Это... Там чисто везение, на самом деле. Ты можешь минимизировать шансы, но попасть ты можешь вообще легко. Здесь тоже где-то 3-4 пачки врагов. По 2-3 человека. То есть 7-9 опять же. И вопрос, наткнусь я на них по дороге или не наткнусь. Точнее, когда наткнусь. Я пытаюсь минимизировать шансы за счет, собственно, вот таких вот перебежек по крышам. Потому что они очень часто не находятся в... Ну, мне кажется, надо подходить потихонечку. Нашим бежать еще очень далеко. Надеюсь, за счет гранат я могу продержаться. Какое-то время. Да нет, надо бежать. Бежать и молиться. Спулили. Мэг слева. И кто-то еще. Два пака. О! Уже! Нет! Я так отстал просто. Капец. Я так отстал по технологиям. Это вообще... Хорошо шли. Да где мы хорошо шли? Мы терпим последние 3 месяца, блин. Хорошо шли. Куда мы шли? Подожди, а ты бы стрелять не можешь? 66. Да, из автомата. Давай, удивим утона Центуриона. Своими технологиями. О, появились. Успели. Только не на меня. Только не на меня. Да нет, 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 нет. Ну, постреляйте по ним. Постреляйте, постреляйте. Понятно. Я начну с того, что эта миссия... Процент успеха 86%. Ну, типа, не должно было быть ее, вообще. Проходная. Ну что, новый трай. Новый трай. А может, не сегодня. Ну, какие выводы? Какие выводы? Какие выводы? Какие выводы? 89, 89. Это 0. Не боимся безликих и безликих нет. Боимся босса. Всегда есть босса на трех, там, двух типах миссий. Материал активнее фармим. Рекуртов активнее набираем. Развиваемся быстрее. Можно взять, на самом деле, вместо... Мне нравится стартся через заступников. Благодаря быстрому строительству. Но мы за счет материалов можем... Что нам кто дает? Хромовники дают лечение, жнецы дают разведанные. Я уже привык заступниками, конечно, играть. Но мне по-хорошему... Мне по-хорошему нужно стартануть с друговой фракции. Потому что, когда в середине игры тебе дают жнеца или хромовника, а ты ими не наиграл на базовых, это плохо. То есть, я думаю, надо выбрать либо хромовника, либо жнеца. По механике, самый непонятный для меня это хромовник. И для того, чтобы типа изучить, логичнее было бы стартануть с зелка. И посмотреть, на каких миссиях он, как его использовать и так далее. Это даст нам бонусное лечение, кроме всего прочего. Вот у нас зелок. Это Зероэль, наш разраб. Арктонс умер, Майкер умер в прошлый раз. И вот... Дагфакс с нами, Диан с нами, Фаерлорд, Майкер. А-а-а, стейпав тоже. Зероэльич. Сразу так, хопа, минус один. Оп, зелок. Шесть урона. И сразу концентрация, вжух. Плюс один. О-о-о-о, меня переполняет мощь. И инерция есть сразу, то есть мы можем куда-нибудь убежать. Да вы что? Ладно. Перчатку уничтожать, ценные технологии, которые нам так нужны. Давай вот так, не будем уничтожить. Power Overwhelming. Да. Это Архон говорил, да? Power Overwhelming. И кажется, это был пароль на какой-то этот, на какой-то код из StarCraft 2, да? Можно музыку новую поставить. Это же игра эта старой. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй. Нехорошо как, а? Ну и ты, конечно, фланговать побежал. Ты же не видел меня вообще. Ах ты, пёс, а? Ой, только не делай мне ри, а? Вот гад, а пёс. Не крит, просто поцарапал. Ладно. Главное, жив. Жив цел бобёр. Так, а офицер наверняка, что там где-то тоже в Бовере стоит. Я пойду проверю раненым. Ммм, почти. Сила переполняет меня. Офицера. Офицеры! Офицеры! Да что? Что? Ой. Ой. Мучиться надолго. Дорез в попе просто. Ты в каннабе какой-то просыпаешься. Пьяный, грязный просто. Над тобой дроны летают, а офицеры ходят. Что за старт вообще? Это элита или что? Где вы учились? Где вы учились? Как минимум. Кейт Синь. Проводник. Иммортал Дмитрий Михайлов. Русбрей. Понятно, что Зероэль. Хелка и Космикор. Блин, и здесь эти... Ладно, поехали. Неважно. На метро опять. Канализация, слышь, метро. Только вот я неправильно встал. Ему надо быть на том месте, с которого не надо уходить. Чтоб он мог импульс свой кидать нормальным. Воль, только на одного. Почему он правого не видит? Пять урона. Возможно, надо было дверь открыть. Так, а что у нас по флангу-то? А ты почему этого не флангуешь? Дверь надо открыть по ТВД. Дверь-то мы не откроем. Дальше все-таки Гренку на вход. Для того, чтобы посмотреть, попробовать вот этого убить. Гренку вот сюда. Одного покоцать и открыть доступ к флангу синего. Не получилось, но стеночку снесли. Этот попадает. Там процентов 20-25 максимум было. Ну, на всякий случай, если вдруг. Давайте. Опыт с Зервелем. Плюс заряд. И огонь, ты чего издеваешься? Уже ранение. Ну, что за такое? Ладно, с Overwatch мы сб... А, не тобой. Тобой. Ну, это баланс, конечно. Пять Overwatch, ему никто не попал. Он с первого раза попадает. Гад. А. Ну, вероятность 89%. Интересно, есть шансы? Модифицированная настройка спуска. Хорошо. Для оверов. Нормально. Дмитрий Михайлов красиво разобрался. Ну что, весь лук собрали. У нас ранение на пару недель. К сожалению, у полезного товарища. Но это терпимо. Быстрое лечение делать, естественно, для него не буду. Сейчас мы разберемся базово с менеджментом. И пошли первые миссии. Четыре дня. Освободите випы из транспортного. Какая-то сложность делать. Ну, я попробую... О, сторонники сопротивления. Два дня. Вы серьезно издеваетесь? Сейчас пук со своей аркадной миссией. Пытается инж... Ну, просто очень ценные. Инженеры, ученые на старте — это очень ценные штуки. Понимаешь, что сложно. Надо добраться до Ивака. Надо увидеть транспортное средство. Надо подкрасться к транспортному средству. Открыть, освободить и убежать. После того, как паника поднимется. Обычно рядом с транспортным средством тусят люди. И как бы... Сложноватым. Без специалистов сложновато сломать. Я не буду пытаться инженера. Потому что новобранцы все равно нужны. Вы помните, тут каждый человек вообще важен. Плюс, кажется, пук все равно получает какой-то опыт за эту миссию. Но... Миссия минус. Ну, ладно, 4 дня. У меня не было возможности. Новая цель. 7 дней. Хорошо, спасите. Ученый. Отлично. Материалы адвента выведите. Захватите ресурсы. 9 дней. Я бы сюда пошел прям контактниками. И леммингами. И погнали. Но сейчас я, наверное, переведу уже на поиск рекрутов. Потому что здесь мне миссии нет смысла искать. Пока что. Так что давай искать рекрутов. И сканить все равно здесь. Новая цель. 4 дня. Захватите. Исследуйте. Из транспорта. Игнор. Инопланетные обломки. 40 баксов нам выдали. Мы продолжаем одним инженером копать. Здесь у нас 5 человек. 4 из них нормальные. 1 лемминг. Эвакуатор видим. Враги вроде по дороге. Кого-то увидели уже сразу. Ну, как обычно. 3 человека. Офицер, стрелок и обычный. Кучность очень хорошая. Гранатометчик у меня сейчас зайдет прекрасно просто. Может подсветить для начала. Я же не вижу точно, кто там, как там. А, давай заходи. Фомич заходит на разведку. Ну и потом фланговать будет. Блин, подкрепа только. Вот так. Пошла гренка. Ну, надо сейчас будет лететь просто вперед. Обязательно зеро или чем сейчас подрежем кого-нибудь. Чисто для... Офицера. Чисто для инерции. И концентрации. Минус 3, но... Нам надо сейчас двигаться очень-очень-очень-очень интенсивно. Дроны и сектоид. Еще троица. Опять очень кучно. Хотя нет, не совсем. И сразу начинает Дмитрий Михайлов под контроль брать. Прям под контроль. Ну, сейчас стрелять будут под Дмитрия Михайлов. Блин! Оглушение. Хорошая вероятность там. Минус 2 хода. Только не Дмитрий Михайлов. Нет! Блин, 65 дебют, но это такое себе. Попал, молодец. Три хода и все. На Ивак я не успеваю. Ладно, все, друзья. Хватит на сегодня. На новый трай начинать. Дмитрий Михайлов терять плохой знак. Что ж. Что ж. Что ж. Все, пауза. Я не знаю, может, с Косоколиком. Как там у него? Он не играет в PUBG. Расслабится.